Всем привет! С вами канал Мультипленет. И сегодня у нас на очереди очередные поняшки. Как всегда, вначале скажу, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео. А поняшки у нас сегодня будут вот такие вот. Это у нас специальный набор из пластилина Play Doh, который включает в себя, конечно же, сам пластилин. И фигурки наших любимых поняшек. Это Twilight Sparkle принцесса у нас. И Pinkie Pie. Вот, собственно, они у нас на коробочке изображены. Pinkie Pie. И... нет, Twilight не изображена. Так, ну мы переворачиваем коробочку и наблюдаем с этой стороны, конечно же, имена наших поняшек. Почему-то опять только Pinkie Pie. То, что входит у нас в набор пластилиновый наш. Вот какая-то специальная штучка для кьюти-марок. И, конечно же, пластилин. И, в общем-то... А, вот, вот и надпись Princess Twilight Sparkle. И, в общем, это дело мы можем сразу открывать. И я думаю, если вам очень-очень-очень нравятся поняшки, и ваши очумелые ручки хотят с чем-нибудь поработать, не знаю, порисовать, полепить и тому подобное, то такие вот наборы будут точно для вас, в которых можно соединить свою любовь к нашим поняшам. И свое желание что-нибудь эдакое сотворить. Особенно с этими поняшами. Да и для начала, для... Ой, сейчас я это вторгу. Для обучения, к примеру, хлебке, ну, куда бедно, подойдет у нас вот такие вот как раз варианты. Сейчас достану. Вот у нас Twilight и Pinkie. А, это специальные вот штучки, которые делают кьюти-марки на пластилине. Их мы сюда пока положим. Так, вот, и если у вас очень-очень, опять же, повторюсь, чешутся ваши ручки, чтобы что-нибудь сотворить, то можно взять всегда пластилин или глину, и позаниматься с любимыми игрушками, любимых поняшек. Вот у меня кот, по-моему, мне говорит, что это именно так. Так, здесь нас ожидает 4 баночки с пластилином. Ну, и упаковка, которая нам не очень интересна. Баночка у нас розовая, фиолетовая, голубая, ну, и два варианта голубых. А-а-ак. Ну, и здесь, по-моему, тут написано, что содержит пшеницу. Внимание, опасно, мелкие детали маленьким детям не давать. И, ага, и, несмотря на то, что это пшеница, кушать это не рекомендуют. В общем, это тоже можно выкинуть. И в результате у нас получаются вот такие две поняши и 4 пластилина. Так, вот это вот мы можем вытащить, чтобы делать кьюти-марки. И поставить вот так вот пинки. И вытащить нашу вот такую печатку. Эх, из Twilight. Так. А может и не вытащить, не пойму. Она же вот так ставится, наверное, не вытаскивается. И для начала давайте мы... Так вот, посмотрим, здесь с обеих сторон есть кьюти-марки. И мы можем достать пластилин. Для начала возьмем розовый. Вот-вот, не очень много. Маленькие паночки. Так. Оп. Как-то он там прилип капитально. Так. В общем, вот так вот достаем пластилин. Ярко-ярко-розовый. Смотрится красиво. На ощупь приятный. На вкус тоже ничего. Скушать хочется, но мы уже прочли, что неренько бетуется его кушать. Так. И мы можем, в общем-то, кусочки пластилина брать. И украшать этим самым гриву Pinkie Pie. Так, чтобы она была, походила на настоящую Pinkie. Только вот не пойму. Надо делать, потому что объемное, чтобы было похоже на Pinkie. И опять же, я все пытаюсь это сказать. Что если вам очень хочется начать что-то делать своими руками, и это должно быть обязательно с поняшками любимыми, то можно как раз вот такие наборчики приобрести и позаниматься этим самым делом. Делать разные фигурки с нашими понями. И учитывая, что с самого начала, я так понимаю, уже, конечно, никто не умеет все делать сходу, то научиться можно как раз на таких вот фигурках, которые уже предоставлены. И по вот этому вот экземпляру можно слепить свои собственные фигурки. Для начала можно, конечно, заняться вот таким вот делом. Просто с обеих сторон прилепить хотя бы гриву, посмотреть, как это все происходит, пощупать пластилин на ощупь, поиграться с ним как следует. У меня, конечно, пока не очень красиво получается. Я думаю, если у вас гораздо лучше получится, вы на это больше времени потратите, и будет все очень аккуратненько и красивенько. А, ну вот, грива у нас такая вот объемная получается в результате у Pinkie. А, выглядит она сразу, начиная симпатичнее гораздо, чем просто такая пластмассовая фигурка. Так, вот это мы все туда запихиваем. Делаем ей теперь челочку. Так. По-моему, сразу очень-очень красивее Pinkie стала. Сейчас я закончу. Сначала я ей хвостик еще прилеплю. Вот так он у нас лепится. А, есть еще разные фигурки у нас поняшек. У меня еще один наборчик есть с пластилином, где можно поняшек лепить и более полно, не знаю, там, вариант лепки более полноценный. Тут, видите, мы делаем только гриву преимущественно, да хвостик украшаем. А в том варианте можно целую поняшку самим слепить. Там гораздо больше вариантов, как это все сделать. И тогда точно в следующие разы можно сказать, что поняшка практически сам своими руками сделал. Ну, а когда научитесь, прошу прощения, можно заняться, не знаю, лепкой, к примеру, из глины. Я из глины в свое время лепила, правда, динозавриков. Нравилось мне тогда как раз динозавры. Я их с удовольствием лепила. Получается очень интересное это занятие. Ну, и мне, в принципе, лепить нравится. Тут, конечно, не очень красиво получается, но если очень-очень этим хорошо заняться, то получится гораздо красивее. Да и, по-моему, вот так, не знаю, как вам видно, так очень даже красивее пинки начала выглядеть, чем изначальный ее вариант. Потому что вот, ну, тут немного с пластилином только поработать. Вот с обеих сторон получается вот такая вот пинки. Ну, я, конечно же, не идеально все сделала. Так, пока только показываю, как она все возможна. Всем остальным вы, может, я думаю, сами займетесь. Можно сверху тоже все облепить, чтобы вся грива была идеально такой розовой. Пластилина у нас хватит. Там, если что, в коробочке еще чуть-чуть осталось. Так что вот так будет даже красивее. Пластилин, кстати, у нас не липнет. Ну, то есть, как он? Липнет, конечно, но не прилипает к рукам. Поэтому приклеить его чуть-чуть сложнее, чем обычно такие старые пластилины, которые продавались. Которые как прилепишь, так и, по-моему, никогда в жизни уже, в принципе, не отлепишь. Ну, в общем, вот так вот можно дальше продолжать делать гриву. Сверху прилеплять, чтобы было красивее все выглядело. Чтобы полностью грива пинки была ярко-ярко-розовой. Какая у нее она и является. У меня, вон, если что, куча прототипов тут маленьких стоит. Поняшек. Типа вот такая вот пинки-вай. Даже вот этот вариант пластилиновый больше на пинки похож, чем вот эта вот игрушка. Поэтому даже вдвойне интереснее становится. Так, сейчас мы сделаем хвостик для пинки. Оп. Так. И вот. Так вот получается. Так. Тут у нас хвостик чуть-чуть. Конечно. Ой, кусок хвостика отвалился. Здесь его можно прикрепить. Ну, примерно вот так. Не буду очень-очень сильно приделывать все, чтобы много времени не потратилось. Так. Ну, это бедно примерно. Если не считать на то, что у меня все не очень аккуратненько выглядит, то вот так. И пока мы отложим пинки-пай. Давайте вот так ее... Ай, с этой стороны я, конечно, менее аккуратно сделала. А дядя Марка как раз с этой стороны. Ну, в общем, получается у нас где-то вот так вот. Оп, оп. Давайте еще кусочек возьмем. Тут заклеим. Так. Ну, вот так как-то у нас получается. Пока мы отставим пинки-пай, вот такая у нас получилась. Ну, будем считать вполне ничегошнее. И берем мы Twilight. Для Twilight нам нужно, конечно же, фиолетовый. Фиолетовый пластилин. Мы его достаем. Опять сейчас мы его будем выковыривать оттуда. Он, конечно, не прилипчивый. Но к дну упаковочки он с удовольствием прилип. Так, вот он у нас получается. И нам надо сделать тут... Вот можно сделать различные короны, украшения для Twilight. Этим мы и займемся. Эй, кстати, я забыла сделать. Можно же еще вот такие у нас штуки сделать. Тут вот специальная для пинки-пай у нас. Сейчас я сделаю. Чего-то я запамятствовала. Сейчас мы оставшихся пластилин. Вот так вот. У меня вот нету раскатывалки. Разомнем. В тонкую вот такую вот лепешечку. Положим. И вот так вот. Оп. Сделаем вот такой вот у нас получается кружочек. Сейчас приблизится. Такой вот кружочек с кьюти-маркой Pinkie Pie. И ее можно вложить, собственно, в эту кьюти-марку. Надо только очень аккуратненько сделать. А то кьюти-марка у нас разрушается. И вот на попе у Pinkie вот такая вот кьюти-марка теперь пластилиновая красуется. Ну а здесь можно разные варианты сделать. К примеру, можно сделать еще. Оба. А, в общем, подкову можно сделать. Ну и как бы тут варианты с кьюти-маркой. Так, пусть мы пока этот уберем. И все-таки займемся мы тем, что у нас у Twilight. Так, давайте для начала мы займемся все-таки гривой Twilight. И приделаем ей чуть-чуть этого всего самого, что у нее тут есть. Так. Оп. Грива вот такая получается. Так. Так, с Twilight тут посложнее. У Pinkie-то грива что? Такой большой комок пушистый на голове. У Twilight посерьезней. Так, с вот этой стороны мы делаем. Оп. Теперь раскатать немного, сделать треугольный второй кусочек пластилина, чтобы он уместился вот сюда. И вот здесь вот еще приделать ей кусок гривы. Я пока не буду полностью покрывать, как на Pinkie, ее все пластилином. Оставлю только с боков. Остальное у нас место для фантазии. Так, теперь у нас крылышки на очередь. Давайте будут. Нет, давайте не крылышки. Вон там еще кусочки грива. Мы разломаем на маленькие-маленькие кусочки пластилин. И вот сюда вставляем, где у нас должна быть грива. Так, получилось немного отскомканно как-то. Но если взять приспособление, к примеру, мыть палочку, можно все аккуратненько разгладить. Я вот палочку что-то не подумала, не взяла. Поэтому пока что вот так будет. Так. Тут раскатываем тоненькую тоже полосочку и вставляем вот сюда. Оп, вот так получается. Так, с этой стороны нам надо проделать те же самые телодвижения. Вот с этой стороны мы пластилин запихаем. Еще маленький кусочек отломаем. Ой, упал. Так, вот такой маленький кусочек и вставляем вот сюда. Вот так вот. Оп, получилось, по-моему, ну, не очень аккуратно. Но сойдет. Для первого раза. Так, а теперь вот мы переходим к крылышкам. Крылышки у нас сложнее делать. Туда надо запихать раз пластилин. Два, его надо аккуратненько разгладить, чтобы он влез в каждую из перышек у Твайлайт. Так. Так что потихонечку маленькими кусочками можно отламывать и добавлять его. Так. Потом можно все аккуратно разгладить, чтобы не было вот таких вот винти. У меня он такими, как сказать, кусочками, что ли. Ну, видно, что он разорван, пластилин. Не очень это выглядит аккуратно. Но можно аккуратненько сверху будет еще пластилина налепить и все опять же разгладить. Вот так вот. Такое вот у нас крылышко получается, не совсем аккуратное. Оп. И оп. Ну, худо-бедно, пусть вот так. Не бросайтесь в меня тапками, что я не очень аккуратно сделала. Так. И давайте мы с одной стороны сделаем хвостик. Хвостик у нас тоже такой загнутый треугольный. Поэтому делаем треугольничек. Вот такой подлиннее надо было сделать. Так. Оп. И вот так вот треугольничек протягиваем. Можно убрать кусочек. Так. И вот так вот Твайлайт сделать хвостик. Все аккуратненько. Потом надо только очень очистить, поправить, разгладить, чтобы все красиво выглядело. Я, конечно, тяп-ляп делаю. Опять же, попрошусь не кидать в меня тапками. Так. С этой стороны у нас кьюти-марка. И пока я не буду дальше делать различные варианты. То есть не буду заполнять хвостик и крылышки. Это мы пока сюда выберем. У нас же есть еще вот такие вот варианты, что можно сделать для Твайлайт. Здесь ее кьюти-марка. Здесь корона для нее. И еще какое-то украшение. А для этого у нас есть еще пластилин. Давайте возьмем вот такой вот голубой и сделаем ей корону. Так. Вот у нас голубой пластилин. Оп. Не будем весь брать. Возьмем кусочек. И для начала мы его опять в лепешечку превратим. Оп. Как-то не очень аккуратно получилось. Но для экземпляра показать, как оно все происходит, подойдет. Так. Берем, конечно же, Твайлы. Берем печатки вниз. И надавливаем. Надавливаем. Так. Вот так у нас что-то получилось. Ну-ка, давайте еще немного надавим. О, я же все зашатала у меня. И... Оп. Что у нас тут происходит? Пластилин мы убираем. И частички остаются у нас внутри нашей печатки. Надо их очень аккуратно вытащить. Ну-ка, получится. Вот такая вот красивая у нас корона получается. Корона у нас... Сейчас чуть-чуть тут... Прочит пластилин. Его можно аккуратненько убрать. И корону нацепить Твайлайт на голову. Ой. Эх, чуть-чуть я кривоватая. Корона у меня упала. В общем, корона у нас цепляется вот так вот к Твайлайт. Можно с боков чуть-чуть разгладить, чтобы держалась. И Твайлайт у нас получается в короне. Так, дальше у нас тут есть... Как бы только вытащить-то теперь. Ой, аккуратненько так вытаскивать пытаемся. Это кьюти-марка для Твайлайт. Ее, собственно, мы вставляем вот сюда. Наверное, знаете, самое интересное в этом, что работаешь реально руками. Ну, по крайней мере, мне так нравится делать. Так, и последняя у нас это звезда наша остроконечная. Которую вытащить будет гораздо сложнее. Ну, вот такая вот у нас звезда получается. В принципе. Так. Яну тут не показывается чего-то. Я не очень понимаю, куда ее только лепить. Ну, в общем, можно таких звездочек наделать. К примеру, украсить Твайлайт. И, ну, примерно-то у нас вот такой получается вариант. Твайлайт в короне. И Пинки Пай с ее роскошной гривой. А у нас еще остается, если что, полостилин последний. Такой светло-голубой. Поэтому можно варианты разные брать для короны, например. Что она может быть светло-голубая, темно-голубая. Можно розовую корону сделать. Можно фиолетовую. Так, на вкус и цвет товарищей нет. Кто из чего хочет, кто-то с того и делает. Можно взять еще какой-нибудь пластилин. Сделать, я не знаю, черную корону, оранжевую. Ну, и тому подобное. Так, сейчас я коробочку. Не могу открыть пластилин, они как закрыли. Так, вот пластилин мы открываем. И здесь вот такой вот тоже цвет. Ой. Светло-голубой. Симпатичненький. И можно, если что, с ним возиться, играться и тому подобное. Вот такой вот сын для и на ощупь он очень интересный. Ну вот, в общем-то, к концу видео подходит. Я, конечно, не профессионала в этом делать. Точнее, как? Я бы сделала пограсивее. Но я очень торопилась, поэтому получилось у меня немного тяп-ляп. Вот такие вот игрушки. Вот такие вот варианты можно сделать. Конечно, все очень-очень аккуратненько можно украсить. Здесь, к примеру, аккуратно можно взять какую-нибудь иголочку, провести ей. Вот так вот линии, что у нее на хвостике видны, к примеру, как у нее уложены волосы. Ой, корона вот у нас слетает чуть-чуть. Можно аккуратненько гораздо более корону сделать, чтобы все было очень-очень красиво. Потом я вам покажу, как у меня другое видео, где пони полностью можно слепить. Ну, там, конечно, есть трафаретики специальные для лепки пони. И можно вот ими воспользоваться будет и слепить настоящую пони. А когда учишься все вот это делать, потихонечку повторяешь с помощью всего вот этого делать, предоставленной игрушки, то можно научиться ручонками своими, очумелыми ручками, лепить пони полностью самостоятельно. То есть брать, не брать вот такие вот игрушки, заготовки, на которые нужно что-то налепить, а взять на целый просто кусок пластилина, взять свои ручки. Хотя я бы посоветовала взять не пластилин, а глину, к примеру, модельную специальную. Ее потом, если что, раскрасить тоже можно. И взять и полностью слепить целую поняшку самостоятельно. Вот я тут собрала пока пластилин, уберу его в коробочку, чтобы не запачкался. Так, в общем, надеюсь, вам понравилось видео. Не очень вы ограничены тем, что я немного кривовато все сделала. И подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео. Всем пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok